Греция. Родина древнейшей и наиболее значимой цивилизации в мире. Греки научили нас демократии, философии, медицине и даже театру. Сегодня мы узнаем об их кошках. Археологи нашли свидетельство о существовании первой домашней кошки, жившей на острове Кипр почти 10 тысяч лет назад. Эта древняя кошка стала национальным богатством Греции. Богатством, о котором знают немногие любители кошек. Хотя эгейская порода довольно редкая, тем не менее, ее представители встречаются в Греции повсюду. Официально они были названы отдельной породой лишь 20 лет назад, хотя эгейские кошки – одни из древнейших домашних кошек на Земле. Эгейская кошка родом из Эгейского моря. Там расположено около 200 потрясающе красивых островов, и эгейская кошка проживала на них многие века. Эгейская кошка – одна из тех редких пород в мире, которая развивалась долгое время без помощи человека. Они жили внутри и рядом с живописными рыбными портами греческих островов, что лишало их страха перед водой. Эгейские кошки любят ловить рыбу, и известно, что довольно часто они оказывали поддержку рыбакам островов. Вероятно, они надеялись получить от них остатки дневного улова. Эгейские кошки – порода среднего размера с мускулистым телосложением. Их тело поджарое и сильное, с лапами средней длины и круглыми ступнями. То, что нужно для ловли вкусной рыбки. Глаза эгейских кошек имеют красивую миндалевидную форму. У них поразительные глаза с различными оттенками зеленого цвета. Шерсть чистокровной эгейской кошки бывает двух или трех отдельных цветов. И в этом сочетании всегда присутствует белый. Эгейская кошка – единственная коренная порода, которую можно найти в Греции. Теодорос фраггоргиос из Афин – один из немногих заводчиков чистокровных эгейских кошек. Он говорит, что уникальность породы больше ценится иностранцами, чем местными жителями. У нас больше заинтересованных заграничных покупателей. Это одна из причин, почему в Греции существует десятки тысяч бродячих и бездомных кошек. Местные греки считают, что такое количество кошек плохо влияет на туризм. Но на прекрасном острове Парос некоторые любители кошек, такие как Лина Якоумополу, предпринимают попытки изменить их отношения. Проработав в ООН 30 лет, Лина решила вернуться в свою родную Грецию. Я приехала сюда, чтобы посмотреть. Мне говорили о красоте острова, и я нашла здесь дом. Но когда она купила дом на Паросе, оказалось, что предыдущий хозяин оставил там 12 кошек. Они были страшно худыми от недоедания. Я сказала, что не дам им голодать, и начала их кормить. Так все и началось. Лина кормит около 25 кошек в своем доме и рядом с ним, но это даже не половина из общего числа. Лина принадлежит к благотворительной группе по уходу за животными, которая заботится о тысячах кошек на острове. Перхи Коломбата из США работает вместе с Линой. Вчера я накормила 37 кошек. Многие кошки, которые приходят сюда, поранены в драках, заражены глистами или очень больны. На острове Парос так много бездомных кошек, что ежегодно сотни из них попадают под колеса машин и мотоциклов. Моя машина – это кошачья скорая помощь. Всегда найдется кошка, сбитая машиной или больная. Я занята круглые сутки. Это работа, которую нельзя бросить. Кто будет кормить кошек? Но добровольцы понимают, что только кормлением проблему не решить. Поэтому всем подопечным кошкам они удаляют яиченьки в единственной на острове ветклинике. Их усилия начинают оправдываться. Некоторые частные предприниматели, которые заняты в туризме, оказывают им помощь. Например, отец и сын – владельцы прибрежного кафе и гостиницы. Они все разные. У некоторых есть имена. Они не только кормят кошек, но и собирают деньги у летних туристов, чтобы помочь заботиться о кошках зимой. Они понимают, что туристам хотелось бы видеть здоровых кошек. Если вы посмотрите, то увидите, что сейчас в деревне меньше кошек, и они здоровые. Заводчики и любители кошек в Греции надеются, что решение проблем с бродячими кошками в стране сделает эгейскую породу более популярной. Я хочу, чтобы об эгейских кошках узнали во всем мире. Итак, если вы считаете, что эти пленительные кошки с богатым наследием вам подходят, то вам нужно знать несколько вещей. Если вы решили завести эгейскую кошку, то, скорее всего, это будет здоровая кошка. Их порода эволюционировала и развивалась сама по себе, без вмешательства человека. Что касается груминга, то шерсть эгейских кошек адаптируется к времени года. Зимой она средней длины, а летом короче, за счет линьки. Эгейские кошки естественны для Греции, и когда они живут на улице, то линяют только раз в год летом. Тогда как наши домашние кошки, независимо от породы, линяют понемногу постоянно, поскольку мы контролируем свет и тепло. Хотя кошки эгейской породы происходят с древних улочек, все знают, что они могут стать вполне домашними. Эгейские кошки замечательно играют с детьми. Но при этом не забывайте накрывать аквариум крышкой. В целом, эгейская порода очень здоровая и не подвержена болезням. Зимой уход за шерстью несложен, и одомашненная эгейская кошка всегда будет вашим домашним любимцем.